МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 76 лет назад прозвучали залпы победного салюта. На перроны городов начали приходить поезда с победителями. Страна встречала своих родных и любимых, своих героев. Праздник был везде, как и у нас в студии. Сегодня Ленинград встречал победителей с огромным тортом. Он весил 50 килограммов. Такой подарок от города, недавно пережившего блокаду, был большим даром. Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Мы благодарны нашим дедам и прадедам, отстоявшим свободу и независимость Родины. Мы поздравляем вас и приветствуем вас на всероссийском открытом уроке. Время подвигов. С вами сегодня я, Иван Чуйков. И я, Елизавета Хитц. Наш урок проводится институтом воспитания в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта образования при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Сейчас, говоря слово «победа», мы вкладываем в него триумфальный смысл. Но тогда, 76 лет назад, это слово означало «конец войны». Это слово стало синонимом жизни. Внимание на экран. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Первым принял удар в Рест. Командование вермахта рассчитывало на стратегию молниеносной войны. Их план провалился. Советский Союз боролся четыре года. Фюрер хотел овладеть Ленинградом за три недели. Северная столица сопротивлялась 872 дня. Вермахт решил отсечь юг СССР и захватить нефтяные районы Кавказа. Слово «Сталинград» стало синонимом победы. Гитлер планировал вернуть стратегическую инициативу в Курской битве. Вермахт потерял 30 отборных дивизий. Великая Отечественная война – это самое страшное и кровопролитное событие в истории нашей страны и всего человечества. 9 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. 9 мая является днём всенародного торжества, праздником победы! Барбаросса, а вот почему так назывался план и что это вообще? Ну, с итальянского языка это переводится как «рыжая борода». Так подразумевалось, что захватит нас до того, как деревья станут осенне-рыжими. «Рыжая борода», «сени-рыжие деревья» – это какая-то неприемлемая поэтичность и символизм названия в соотношении с тем, что это значило. Согласен, да. Но сейчас невозможно в полной мере даже осознать масштаб происходящего. Например, возможность задач, которые были возложены на железную дорогу в годы Великой Отечественной войны. Вот только представьте себе, что значит обслуживать фронт протяженностью более 4 тысяч километров, доставлять продукты в города и селы, доставлять боеприпасы и технику, проводить эвакуацию. В начале войны нужно было перевести практически треть страны – с запада на восток, да еще и под авианалетами и бомбежками. И необходимо было в кратчайшие сроки разработать и выполнить план эвакуации населения, тысяч заводов и фабрик, а также культурных ценностей. Вот только представьте, чтобы перевести завод, нужно его сначала разобрать, потом переправить все составляющие людей в тыл, собрать этот завод заново и запустить в работу. Ну а далее, если речь идет о боеприпасах, то нужно было доставить продукцию завода на фронт для бойцов и возвращаться обратно. В те годы это были не просто дороги. Каждая из них стала дорогой жизни, а в 1945 году и дорогой победы. За весь период войны было уничтожено 317 паровозных депо, 65 тысяч километров пути, 13 тысяч мостов и более 4 тысяч станций. Было разрушено 129 ремонтных заводов. Тем не менее, несмотря ни на что, на фронт безостановочно продолжали идти эшелоны. Дороги восстанавливали и строили за рекордные сроки, а иногда собственноручно разрушали, чтобы перекрыть путь к врагу. Там, в этих грузовых вагонах, был целый мир с госпиталями и кухнями. В центре каждой теплушки стояли вот такие вот печки. Буржуйки, они обеспечивали тепло и пищу. Подробнее о поездах в нашем сюжете. Всем привет! Меня зовут Максим, и мы находимся в Рязани. Рядом со мной поезд Победы. Это единственный в мире музей в поезде. Он ездит по городам нашей страны. И сейчас я вам расскажу про одну из стихий Победы. О том, как сражались на земле. Во время Великой Отечественной войны стратегически важным фактором любой военной операции становились железные дороги. 80% всего грузооборота страны обеспечивал именно железнодорожный транспорт. Также он сыграл главную роль в эвакуации жителей страны. 30 тысяч поездов. Это более полутора миллионов вагонов. Столькими удалось вывезти людей во время эвакуации. Также поезда сыграли исключительно важную роль при эвакуации раненых. У нас было почти 12 тысяч санитарных поездов, которые были настоящими передвижными госпиталями. Миллионы жизней удалось спасти благодаря медикам, работавшим там. А так изнутри выглядел вагон бронепоезда. Это настоящие крепости на колесах. Бронепоезда должны были прикрывать станции, разъезды, мосты от налета вражеской авиации. Их обшивали со всех сторон бронеплитами, устанавливали пушки и пулеметы. Немецкие самолеты даже побаивались нападать на бронепоезда, сбрасывали где-то в стороне бомбы и улетали. Иногда для таких поездов даже прокладывали отдельные пути, потому что весили они сотни тонн. А служба здесь была тяжким трудом. Зимой жутко холодно, а летом невыносимо жарко. Кроме авиации, приходилось сражаться и с наземными силами противника. Говорят, что был такой случай во время войны. На двух параллельных путях оказались два бронепоезда – наш и немецкий. После долгого боя советские артиллеристы смогли найти слабое место противника. Так, вражеский поезд был уничтожен, а наш дошел непобежденным до Берлина. Нередко железнодорожниками становились женщины. Уже через год после начала войны их было почти 40% всех работников, а на отдельных направлениях даже больше половины. Одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны случилось под Курском. 50 дней и ночей непрерывной схватки, а к бою готовились заранее. Железнодорожники перевезли целые армии в полном составе в 1943 году. В тыловых районах были построены новые железнодорожные линии. Все это позволило своевременно доставить на фронт военную технику, боеприпасы и горючее. Каждое из направлений обороны страны помогло приблизить победу. Отважные герои сражались, и сегодня у нас есть мирное небо. И возможность каждый день помнить и благодарить за те подвиги, которые они совершали. Война охватила абсолютно все стихии. Огонь сражений прошел и в воде, и на суше, и в воздухе. А 2021 год является особенным для военно-морского флота России. Потому что в этом году 325-летие со дня создания российского регулярного флота. Флотилии закрывали страну со стороны моря. А за годы Великой Отечественной войны советскими моряками и моряками наших союзников было перевезено около 17 миллионов тонн грузов из стран с антигитлеровской коалицией. Военная флотилия отрезала коммуникацию гитлеровской армии, затопив их транспортные суда. Враги перестали в полной мере получать оружие и продовольствие. И начали постепенно терять силы. Мы поздравляем с юбилеем военно-морской флот России и смотрим наш следующий сюжет. Морским судам быть. Этими словами Петр I в 1696 году заявил о создании регулярного военного флота. Еще в детстве будущий император серьезно увлекся морем. В итоге исполнил свою мечту и сделал Россию великой морской державой. Всем привет! Меня зовут Саша и мы находимся в Санкт-Петербурге, где начал свою историю российский флот. Это Васильевский остров, а точнее центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого. И здесь есть на что посмотреть. Для ВМФ Великая Отечественная война началась с внезапных ударов гитлеровской авиации по кораблям. И флот выдержал натиск благодаря молниеносному переводу в полную боевую готовность. Хотя ключевые сражения проходили на суше, поддержка с моря огнем, а также перевозка людей и грузов стала фундаментом для большинства успешных боевых операций в Ленинграде, на Волге, в защите северо-западных границ нашего государства. Не только на воде. К 40-м по числу субмарин ВМФ СССР вышел на первое место в мире. И сюда мы пришли не просто так. К подводной лодке Д-2 «Народоволец». Она была спущена на воду в 1929 году. И отсюда она кажется просто огромной. А внутри тесновато. Семь отсеков в основном занимают механизмы и вооружение. Одно помещение делят торпедные аппараты и подвесные койки команды. Это одна из самых первых подлодок советской постройки. Великое Отечественное проявило себя геройски. Свой первый боевой поход экипаж совершил в 1942 году. Д-2 прорвалась в Южную Балтику. Всего на боевом счету лодки 12 торпедных атак. Вклад военно-морского и гражданского флота в победу в Великой Отечественной войне переоценить нельзя. В бой шли все. И старики, и дети. Никто намеренно не собирался этого делать. Но судьба решила по-своему. Валерий Лялин в 14 лет потерял родителей. Одиноко скитался в порту, пока не уговорил всеми правдами и неправдами капитана торпедного катера взять его с собой. Тот сразу же решил передать мальчика в школу Юнг. Кто знал, что свой подвиг Валерка совершит раньше. 1943 год. Новороссийский порт. Катер под шквальным огнем. В один из моторов попали осколки снаряда, но Юнга починил его. А потом занял место капитана, когда тот пострадал. Мальчику едва хватало роста и сил, чтобы вращать штурвал. Но он вывел катер из-под огня. Благодаря всему этому, в годы войны флоту удалось добиться главного – не допустить захвата ни одной базы и ни одного города с морского направления. Под водой, на воде, на земле и в воздухе каждый вид войск действовал там, где мог принести пользу – на фронте и в тылу. Сегодня флот – это гордость для российской современной армии. Теперь еще и в суровой Арктике. В 2020 году мы переставили миру самый мощный дизель-электрический редокол. Уже четвертое столетие военно-морской флот стоит на страже нашей безопасности, обеспечивает безоговорочную бронь границ нашей страны и мира в наших домах. А вспоминать защитников можно не только по праздникам. На территорию нашей страны военное вторжение началось с масштабного налета и массивного массированного удара авиации. Вражеские войска начали атаковать важные центры страны, транспортные коммуникации и границы. В том числе 66 военных аэродромов, на которых базировалось 65% авиации. В результате военно-воздушного нападения военно-воздушные силы потеряли 1136 боевых самолетов в течение первых часов нападения. Через двое суток массивного обстрела мы потеряли уже почти 4000 боевых самолетов. Несмотря на значительные потери в вооружении, авиация сумела достойно ответить и в кратчайшие сроки лишить немецкую авиацию не меньшего числа боевых машин. О военных действиях в годы Великой Отечественной войны и о современном вооружении мы поговорим с военным летчиком первого класса в отставке, полковником ВВС, участником боевых действий в Афганистане, экскурсоводом Центрального музея военно-воздушных сил в поселке Монина. Сергей Генрикович Олейник у нас сегодня в гостях. Сергей Генрикович, мы вас приветствуем. Спасибо большое, что уделили время нашей студии, нашим зрителям. И, конечно, сразу вопрос. Во время Великой Отечественной войны наши летчики совершали героические подвиги. Расскажите, пожалуйста, о ключевых. Ну, вы правильно сказали, что очень много и не только мужчины. Мужчины, женщины и дети, которые совершали подвиги в небе, в Великую Отечественную войну. Ну, наверняка все знают еще и по истории наши два трижды героя Советского Союза Покрышкин и Кожедуб. Покрышкин 59, на самом деле у него более 90 самолетов, и 62 у Кожедуба. Но, как я уже сказал, что воевали и женщины тоже. Все наверняка знали и снимали фильм даже, он есть такой, «В небе ночные ведьмы», где девочки 17-18 лет до 45-го года воевали на самолетах У-2, устаревших. Но все равно они, почему их и прозвали ночными ведьмами, они летали ночью. Самое поразительное, что такой полк, в котором больше всего по количеству героев Советского Союза. За войну 23 героя Советского Союза. После войны еще двоим дали, и после уже Советского Союза, она по национальности казашка, звание Героя Казахстана. Вот такие женщины, которые воевали. Их боялись фашисты. Ну, и самое поразительное, Лидия Литвяк. Тоже сняли фильм, он пока в прокат не вышел, но посмотрите обязательно. Которая, первая женщина, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса, как женщина-летчик-истребитель второй мировой войны. Да, такая женщина, которая сбила 12-14 самолетов и один аэростат. Ну, после войны, потому что она пропала без вести сначала, после войны только присвоено звание Героя. Она москвичка, но Слободская 14-й дорогой. Сейчас даже адрес сказали, но я думаю, можно пойти дальше. Следующий вопрос. Спасибо большое за подробный рассказ о подвигах. Вот хотелось бы узнать о значении перевозки людей и грузов для фронта и тыла. Ну, это действительно, вы правильно сказали, что это очень важно, потому что, ну, во-первых, для спасения Ленинграда блокадного, который надо было вывозить детей раненых, а туда привозить боеприпасы, продовольствие. И женщины, и мужчины, и женщины, и даже, кстати, первый герой Советского Союза, женщина Грязодубова, которая на Ли-2 транспортном самолете, она спасала детей из Ленинграда. Они спасали такие самолеты и спасали даже иностранцев, будущего ягославского президента Иосифа Бродита. Они, три самолета прорвалось, забрали их и вывезли в Москву. Даже в 45-м году на Ли-2, не как транспортный, знамя победы и акта капитуляции. Помогали партизанам, не только сбрасывали груз из транспорта, но и садились, чтобы забрать раненых, а привезти туда боеприпасы и продовольствие. И вот на таких самолетах летали и воевали. Но, а современное, это в Великой Отечественной, а современное, даже сейчас уже принято постановление, чтобы увеличить военно-транспортную авиацию, потому что она очень быстро перемещает не только десантникам, и вооружение, и живую силу. Так что она сейчас очень востребована, военно-транспортная авиация. Сергей Генрихович, расскажите, пожалуйста, как вы решили стать военным и почему вы выбрали именно авиацию? Ну, я потомственный летчик, у меня папа военный летчик, я всю жизнь от рождения мечтал стать военным летчиком, поступил в 71-м году в Ейское училище летное, в 75-м закончил. Ну и у меня даже в мыслях не было выбрать другую профессию. И мне она нравится до сих пор, потому что бывших летчиков не бывает. А вот ваш первый самостоятельный полет, как это было? Ну, первый самостоятельный полет, это действительно событие в каждом будущем летчики, потому что, ну, когда летаешь с инструктором и когда тебя обучаешь, ты терпишь, что он тебе говорит и обучает тебе. А когда вы поднялись в сан, поднялись в воздух, то это, знаете, даже некоторые летчики поют песни в эфир. То, что он крылья обрел, как птица летающая. И вот так я и стал, и до конца вот этой военной службы я летал, ну и потом преподавал. Какая ваша песня была первого полета? Знаете, ну, первая это песня, это, ну, известная песня, это, знаете, этим первым делом, первым делом самолеты, ну, а девушки, а девушки потом. Да. Хотя это неправда. Скажите, пожалуйста, о современной, все-таки, авиации, о современной российской армии, какие главные преимущества у наших мастеров этого дела? Ну, это уже признали не только мы и сообщаем миру, но это признали все руководители стран, которые сейчас одни из первых. Соединенные Штаты, Германия, Франция, Англия. У нас самые лучшие самолеты, даже признанные ими, самые лучшие самолеты, которые сейчас современные. Пятые, четыре, ну, категории такие, четыре, два плюса, и пятый, это пятый Су-57, а Су-35, Су-34, МиГ-35, ну, ОТ-35, это самые самолеты, которые практически удивляют их тем, что они летают против всех законов физики и аэродинамики. Кобра Пулачева, плоский штопор, который показывает на всех наших шоу, парадах или еще что-то, все удивляются, что такие существуют самолеты. И недавно только писали, что английских летчиков, которые наши перехватили Су-35, пятое, их осматривал врач и вводил в строй. То есть с такой техникой, с такими профессионалами можно спать по-моему? Они пугают иностранных летчиков. Спасибо большое вам за подробный рассказ, то, что сегодня вы уделили время нам, нашим зрителям, конечно, с праздником вас, и я очень надеюсь, до новых встреч. Спасибо за внимание, и взаимно с праздником вас и всех наших людей, которые... Всех наших людей. Спасибо вам большое. Одновременно с Германией нам объявили войну Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. 22 июня государственные границы охраняли 650 пограничных пунктов. 485 из них подверглись одновременному нападению. Из 19 тысяч пограничников, встретивших гитлеровцев, в первые дни погибли более 16 тысяч. Это происходило на границах нашей страны, а в ее середине простые люди даже не подозревали о происходящем. Каждый спешил по своим делам, собирался на свидания, строил планы на завтра. Для всех это был обычный июньский день. Все мы любим ходить в кино. Особенно, когда ждем неожиданных новых впечатлений. Меня зовут София. Сегодня я приглашаю вас на киносеанс. Это не премьера, но уверена, что абсолютное большинство из вас увидят эти кадры впервые. Эти ребята еще до войны были любимыми зрителями. Мечтали поступить в театральный, прославиться. В воскресный день. Утро. На прилавке выкладывают сладости, а по улицам колесят поливальные машины. Когда услышали, что началась война, подумали, месяц-полтора и отобьемся. Днем в парках играли духовые оркестры. Была слышна во многих уголках знаменитая мелодия фокстрот Рио Рита. В театрах при полных залах шли спектакли и кинопоказы. Тогда был расцвет кинематографа. Харизматичные красавцы, один другого краша и потрясающие актрисы, которым хотелось подражать. Кто-то строил планы, мечтал, но до фронта отправились все. Искусство вымогает с эмоциями, поддерживает боевой дух. Солдаты натягивали полотно прямо в лесу в час перерыва в бою и смотрели вот эту киноленту. Они не знали, что этого мальчишки уже нет в живых. Он погиб в самом начале войны, в заражении под Минском. Валя Литовский, тут ему всего 14 лет. Парнишка мечтал поступить в ГИТИС и продолжить актерскую деятельность. А эту малышку помните? Вот тебе, девочка, красненький. Спасибо. А давай домик построим. Дай мне салон, пожалуйста. Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня. Девочка Нида с фильмом «Подкидыш» очень полюбилась зрителям. Это был единственный фильм Элли Быковской. Ее тоже забрала Вайда. Мама, давай завтра вместе заблудимся. В нашем городе большом... А это Борис Ясин. В популярной киноленте Тимура и его команда. Борис, как и все, ушел на фронт, но не планировал бросать кино. Он даже умудрился отпроситься с войны и сыграть продолжение этой киноленты. После возвращения на передовую Борис пропал без вести в начале 1943 года. А тому пареньку пророчили большое будущее. Алексей Лярский дебютировал в кино в 15 лет. Сыграл советского писателя Максима Горького. До съемочной площадки говорили, что дошли сокровища. Жизнь Алексея оправдалась, когда ему было 20 лет, во время наступательной операции под Ленинградом. Гуля Королева начала играть с трех лет, а в 12 лет сыграла свою первую главную роль. Казалось бы, ей суждено было стать кумиром и героиней кинолент. И это произошло. Только немного иначе. Когда? Лешила отправляется сегодня. Ночью. Когда началась война, Гуля пошла работать в госпиталь. А однажды под Сталинградом девушка подняла и повела в атаку бойцов, которые остались без командира. Об этом сняли кино и написали книжку. Но уже после смерти Гули. Там ужасная атака была для нее последней. Таких, как эти ребята, миллионы. Кто-то остался там, на поле боя. А кто-то смог вернуться. Спросите меня! Я в восьмом году! Не надо! Пусть знают в другой раз, как нарушать! Возьмите меня! Я хороший! Хулиган! Бомбарбея! Кергуду! Только не суетись! Дитям мороженое и его бабы цветы. Боже, какой типаж! Браво, браво! Также сложилась судьба миллионов детей. Не только актеров. Когда началась война, они праздновали выпускной, радовались каникулам, строили планы, мечтали о карьере. Те, кто выжил, уже не смог вернуться к прежней жизни. Надо было восстанавливать страну. Благодаря их мужеству и отваге, наше с вами будущее такое, о каком мечтали они сами. Дети сражались за родину. За боевые заслуги десятки тысяч детей были награждены орденами и медалями. Им было по 12-15 лет. В основном, ребята были партизанами-разведчиками. Их судьба сложилась трагически. Многие погибли в боях. Война в одно мгновение сделала из беззаботных ребят, обычных подростков, серьезных, осмысленных бойцов. Они из последних сил шли к победе, шли вперед. Они стремились прежде всего к мирному небу над нашими головами. Но были и совсем малыши, которые ничего не понимали. Они родились, когда началась война. И мир, с которым они знакомились, который пытались постичь, был ужасен. Война таит в себе миллионы историй. И вот некоторые из них. Началась милиция Отечественной войны. Я родилась в Москве. И когда пришла война, мне было пять лет. Помню, возили нас в грузовиках и укрывали от снега и холода брезентом. Было жутко холодно. Все время хотелось есть и спать. Я постоянно плакала. Мама говорила, «Не плачь. Мы помогаем папе. Ты же хочешь, чтобы папа поскорее вернулся». Я очень любила папу. И продолжала ковырять землю саперной лопаткой. В октябре 1941 года я и мама были тяжело ранены. Я в голову, а мама в спину. Она пыталась закрыть меня своим телом. Получила ранение. Лидия Рябова Мне было девять лет, когда Ленинград оказался в блокаде. Не было ни еды, ни воды. 125 граммов хлеба в день спасали нас от голодной смерти. А еще черная земля, на которой сгорели продовольственные склады. Эта земля была со вкусом горелого масла и сахара. Еще спасалась соленая вода. Я дважды умирала от голода, но маме удавалось меня спасти. А вот мой младший братик не выжил. Зоя Огоева После окончания школы я приехал в Саранск, чтобы узнать, как поступить в педагогический институт. Внезапно ворвался парень и громко закричал. Война началась. И у меня невольно вырвалось. Ну, наши дадут им. Но получилось немного не так. Я стал пулеметчиком. На фронте меня ранило, когда рядом разрывался немецкий снаряд. В бедро залетели три осколка. Привезли в госпиталь. Врач посмотрела и говорит «Потерпите, попробуй пинцетом». Страшная была боль. Ведь анестезии не было. Два осколка вытащили, а третий не смогли. Борис Ботов Когда началась война, я только родилась. 15 сентября 1941 года в селе Глазово Калужской области. Папа ушел на фронт Раньше, еще до моего рождения. На наше село падали бомбы. Однажды, после налета, моя мама успела спрятать нас в погребе. Раздался взрыв прямо рядом с домом. Пара секунд и нас бы не было. Мы спаслись чудом. О победе мы узнали по громкоговорителю. Все село вышло на улицу. Радовались и плакали. Мы вместе с ними. Тамара Тюрина. Герои этих историй живы. У них не было детства. И они помнят каждый день жизни, который у них забрали. нам надо успеть сказать им спасибо и сохранить тот мир, который они спасли для нас. Всего несколько дней назад на 92-м году жизни не стало последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова. В детстве он остался сиротой. Учился и воспитывался в детском доме. В начале Великой Отечественной войны ему было 12 лет. И он встретил ее в Брестской крепости. В первые дни войны Котельников помогал раненым, носил боеприпасы, еду и воду. После попал в лагерь для военнопленных, предпринимал попытки побега, терпел голод, побои и издевательства. Будучи совсем ребенком, голодным и ослабленным, он стремился обратно, на фронт, помогать в защите страны. Мы вспоминаем о наших героях, ветеранах Великой Отечественной войны, ограничиваясь лишь несколькими майскими днями. На деле же, эти героические люди заслуживают каждодневного внимания, почета, уважения и заботы. А также лучший способ уважать подвиги прошлого это совершать не менее достойные поступки в настоящем. Поступки наследников победы. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на все ужасы, тысячи медсестер не опускали руки и помогали спасать жизни. Солдаты с благодарностью вспоминают сестренок, которые выволакивали их раненых с поля боя, выхаживали и сражались с ними рядом в одном строю. Время подвигов не заканчивается никогда. А сейчас, в борьбе с пандемией, проявляется не меньшая отвага волонтеров и волонтеров-медиков, готовых работать в красных и зеленых зонах. Волонтеры выполняют работу санитарок, сиделок и психологов. Иногда даже маленькая волонтерская помощь, например, просто отвезти продукты пожилому человеку домой, это спасение жизни. Ведь человек в возрасте, выходя на улицу, подвергается смертельному риску. Огромный вклад по борьбе с коронавирусом сделали волонтеры-медики, и подробнее об этом мы поговорим с Анастасией Горбачевой. Анастасия, мы приветствуем вас в нашей студии. Анастасия, я буду к вам на «вы», потому что я считаю, что к таким людям, как вы, героям, надо с должным уважением. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли вообще в медицину, как вы пришли в эту профессию? В медицину меня привела, можно сказать, бабушка, потому что она у нас первопроходец, она была медсестрой, потом мама пошла по ее стопам, она стала врачом-неврологом, и я вот решила уже продолжить такой династию. То есть такая преемственность поколений, здорово. Анастасия, расскажите, пожалуйста, что для вас медицина? Ой, это такой глубокий вопрос. На самом деле, медицина – это такая помощь людям, то есть еще замечательно видеть, когда вот все вот эти старания за вот эти 6 лет, которые мы учимся, и потом твои знания как-то помогают спасти жизнь человеку, ну это просто бесценно, мне кажется. Анастасия, я знаю, что вы трудились в красной зоне в момент пандемии. Расскажите, пожалуйста, почему вы приняли решение, именно пойти туда и спасать жизни людей? Ну, я все-таки пришла во вторую волну, потому что я видела героический подвиг именно вот студентов-медиков, которые пришли вот в первую волну, и я решила поддержать их начало, ну, их действия. Вот. И на самом деле непередаваемые эмоции, то есть ты видишь, как все в зоне сплощаются, это замечательно. А как ваши родители, родственники поддержали вас в этом вопросе? Нет, потому что это же очень, ну, такое серьезное решение, серьезный шаг, он очень опасный. Сначала все были упротив, все переживали, но потом, когда уже стал, ну, примерно представлять, что вообще происходит, меня даже, можно сказать, сподвигли туда пойти и как бы воодушевили. Главное, вас поддержали. Поддержали, да. Вот мы, конечно, знаем о красной зоне, вообще о пандемии, только из новостей. Да, каждая семья с этим столкнулась, но что было конкретно в красной зоне, нам, естественно, неизвестно. Расскажите, пожалуйста, было ли что-то такое, с чем вы столкнулись, чего сами не ожидали? Ну, я не ожидала, что люди могут работать так самоотверженно, потому что они носят вот эти скафандры, которые на них давят, неудобно, все, все болит, все. А пациенты, они настолько ослаблены, что они чувствуют любое твое состояние, и поэтому они все равно их поддерживают, они, не знаю, вкладывают все свои силы, и мне кажется, за счет этого, за счет вот этой командной работы пациенты все-таки выздоравливают. То есть вы фактически стали основить родственникам для всех больных? Да, да. Было ли что-то такое, что вот можно сказать, самым-самым сложным, может, периодом каким-то или моментом, когда приходилось прям взять себя в руки и сделать что-то? Было, когда приходишь к пациенту, например, приходишь задавать вопрос, просто собрать анкету, сидит дедушка, он просто смотрит в стену, ты задаешь ему вопрос, ну, как бы, что случилось? Он говорит, что вот у меня вчера умерла жена, и ты не знаешь, что делать, то есть он спрашивает тебя, что мне дальше делать, куда я пойду, потому что у меня все родственники скончались, потому что, ну, такой дедушка был пожилой, вот, и теряешься в этот момент, ты не знаешь, как его приободрить, но все равно как-то находишь такие слова, и вот действительно, когда он начинает улыбаться, такой, да, да, вот спортом займусь, там у меня, там, может быть, пойду, там, вот это, не знаю, работать куда-нибудь, и ты видишь, что он прям оживает на глазах, но это замечательно, и я рада, что нас все-таки пустили помогать, потому что, ну, действительно, хоть какая-то помощь людям. Анастасия, спасибо большое за ваш неоценимый вклад, за ваш героизм, и, конечно, хочется пожелать вам сил, терпения, успехов и счастья. Спасибо большое. Спасибо. Мы непобедимы, если мы едины, если каждая стоит не за себя, а друг за друга. Можно идти в бой, на край света, и в огонь, и в воду, если ты знаешь, что тебя прикроют, что ты не один. В годы Великой Отечественной войны наши солдаты проявляли удивительная самоотверженность. Сотни бойцов осознанно рисковали своей жизнью и отдавали ее, чтобы спасти ближнего. Сегодня среди нас тоже есть герои, которые, не задумываясь, могут помочь в экстренной ситуации. И не все они взрослые, среди них есть и дети, и подростки. У нас в гостях Богдан Рудик, который спас жизнь человеку, да еще и сделал это на борту самолета. Богдан, мы приветствуем тебя. Вас. Вас, потому что я ни в коем случае не умоляю ваших подвигов. Это тоже настоящий героизм. Расскажите, пожалуйста, что там происходило на борту самолета и как вы поступили в этой ситуации? Ну, был обычный перелет, ничем не отличающийся от других. Сидел у окна, смотрел в иллюминатор и внезапно объявили то, что требуется врач. Я не врач, но первую помощь оказать могу. Поэтому, не задумываясь, ринулся в нос самолет. Когда я пришел в нос самолета, я увидел такую картину, то, что мужчина сидит, держится за нос, и у него из носа капает кровь. Я попросил бортпроводника принести аптечку, он ушел за аптечкой, а в этот момент я всячески помогал человеку. Но в какой-то момент ему поплохело, и он упал в обморок. Я его положил в восстановительное положение, то есть на бок, для того, чтобы он мог дышать. Затем уже принесли аптечку, и надевая перчатки на лету, начали оказывать помощь в дальнейшем. Вы так легко об этом рассказываете, как будто это действительно поседневное расписание вашего дня. Ну, я помог человеку, спас ему жизнь на борту самолета. От чего вообще зависит вот этот, мне кажется, основной спектр героизма, основные качества, которые должны быть присущи героям? Разве мы можем называть человека, который помогает другому человеку, героям? В наше время это действительно так и есть. В наше время это же редкость. Возможно, так и нужно называть, но я с этим не соглашусь, потому что все-таки у нас еще есть добрые люди, и на этой планете еще их не так уж и мало осталось. Они всегда готовы помочь, да, их найти сложно, но они есть. и мы не должны приравнивать обычные, обыденные поступки, которые должны быть обыденными, героически. Богдан, а дайте, пожалуйста, совет, что делать вот в такой ситуации, когда нужна помощь ближайшему? Ну, смотря какая ситуация, если мы говорим про медицинский план, то нам нужно, естественно, консультироваться с врачами, там, собственно, медиками и так далее. А если это какие-то другие аспекты, то, естественно, идти по профилю. Спасибо большое за твои поступки, за то, что ты так, на мой взгляд, очень правильно относишься к слову добро, к слову героизм, и, конечно, хочется пожелать дальнейших побед и ни в коем случае не останавливаться. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Память о наших героях, героев прошлого и настоящего, должна жить в нас всегда. Это формирует наши ориентиры, нравственности и гордость. Это придает нам сил. Завтра, 13 мая, в честь 800-летия со дня рождения великого полководца князя Александра Невского, будет проходить открытый урок Александра Невский «Наследие». Во время урока вы узнаете подробнее о личности Александра Невского, и мы вместе ответим на такие вопросы. Изменил ли Александр Невский ход истории? Было бы неизбежным такое изменение или нет? И что бы случилось без этого великого деятеля? Также вы можете провести урок в своей школе. Все необходимые материалы для открытого урока доступны на сайте открытыеуроки.рф. В комплекте к каждому уроку прилагается сценарий урока, презентация, игры, инструкция по проведению, а также сами видеоматериалы тематического урока. Они расположены во вкладке материалы урока Александр Невский «Наследие». Смотрите урок завтра в 12.00 и проводите его сами, пользуясь нашими материалами. Во время войны многие родные люди потерялись. Некоторые так и не нашли своих родных. Очень интересный способ для визуализации подготовил для нас Институт «Воспитание». Вы можете найти и скачать все необходимые материалы в официальной группе ВКонтакте Института Воспитания. Великая Отечественная война дала нам бесценный опыт. Опыт, который позволяет посмотреть на самые простые вещи иначе. Например, 45 минут это совсем немного. За это время можно посмотреть этот урок или фильм и то не до конца. Вы наверняка заметили цифры внизу экрана. В годы Великой Отечественной войны мы потеряли почти 27 миллионов человек. За 45 минут это именно то число, которое вы видите сейчас на экране, погибало 574 человека. Каждую минуту прощались с жизнью по 13-14 человек. Ради мира, ради победы. И это продолжалось 4 года. Цените время, заботитесь о своих родных и близких и смотрите наш следующий открытый урок 27 мая, посвященный Дню библиотек. Пока-пока. До новых встреч. Встретимся с вами совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok